В Славянском районе прошли праздничные первомайские демонстрации трудящихся. В этом году их было организовано сразу три в самых больших станицах Петровской и Анастасиевской, а также в Славянске-на-Кубани. На театральной площади города участников демонстрации приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский, гости, почетные граждане, труженьки, удостоенные районной доски почета. В праздничном шествии приняли участие представители профсоюзов, политических партий и общественных объединений, молодежных организаций, трудовых коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений. Подробности в первом материале выпуска. Традиции отмечать 1 мая. Праздник весны и труда вот уже многие десятилетия остается неизменной в нашей стране. 1 мая стал неотъемлемой частью российской истории и наших традиций. Это один из самых любимых праздников для людей самых разных возрастов и поколений на протяжении многих лет. Традиционно в этот день чествует человека труда, подводит итоги сделанного, намечают новые планы. 1 мая для нас это весна, это праздник труда, это зелень, это все новое, это новый этап в жизни, распускается жизнь. Новые планы люди строят, новое свершение. Всех с праздником, хорошего настроения, успехов, как говорили всегда, в труде, в личной жизни, всем счастья. Дорогие мои земляки, от всей души вас поздравляю с 1 мая. Желаю вам, конечно, здоровья, крепости духа, движения вперед и всего самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких с 1 маем. Ура! Нашему городу, конечно, процветания и всего самого-самого доброго. В праздничной демонстрации приняли участие представители профсоюзов, политических партий и общественных объединений, молодежных организаций, трудовых коллективов предприятий, учреждений культуры и спорта, учебных заведений. Участников праздничного шествия приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский, депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский, председатель районного совета Григорий Литовко, а также почетные граждане города и района, ветераны войны и труда, славянцы, чьи имена занесены на доску почета. По традиции мы встречаем 1 мая хорошими трудовыми делами. Аграрии работают в поле, закладывая будущий урожай. Строится новая школа, ремонтируются лечебные учреждения, идет благоустройство города, станиц и хуторов. Создаются новые места для семейного отдыха и занятий спортом. В этот праздничий день хочу выразить искреннюю признательность всем труженикам, ветеранам труда, всем славянцам, чьими стараниями становится все более благополучным, красивым и обустроенным наш район. Весна задает новый ритм жизни. Мы связываем с ней надежды на обновление, ожидаем добрых перемен. Пусть так и будет. Желаю вам, дорогие земляки, весеннего настроения. Успехов в труде, крепкого здоровья и счастья. В первых рядах праздничной демонстрации депутаты Совета Славянского района. Благодаря им общественность получает возможность не просто быть услышанной, но и на равных участвовать в принятии ключевых решений органов местного самоуправления. Также в числе тех, кто возглавил первые ряды, почетные граждане города, которые примером всей своей жизни, высоким профессионализмом и служением выбранному делу навсегда вошли в летопись выдающихся имен Славянска на Кубани. Празднично украшенными колоннами по театральной площади прошли представители поселений Славянского района. В станицах, селах и хуторах проживает более половины жителей нашего муниципального образования. Они выращивают рис и овощи, производят молоко и мясо, учат детей. Сельские жители встречают Первомай с оптимизмом, смотрят в будущее, радуются переменам, которые происходят вокруг. Благоустраиваются улицы, станицы хуторов, ремонтируются социальные объекты, строятся спортивные площадки. По результатам краевых конкурсов на лучшее сельское поселение Краснодарского края в числе передовых – 12 поселений нашего района. Трибуне приближается празднично украшенная колонна прибрежного сельского поселения, глава Сайганова Татьяна Васильевна. Жители поселения добросовестно работают на благо своей малой родины, укрепляют экономическую базу, благоустраивают территорию поселка. Молодежь прибрежного активная и талантливая, увлеченно занимается более чем 20 клубных объединениях. Будущее страны за молодежью! Ура! День весны и труда объединил педагогов, детей и родителей, жителей города разных поколений. По главной площади города прошли яркими колоннами воспитанники и педагоги дошкольных образовательных учреждений, школы искусств, учреждения дополнительного образования. Первый май – это весна, это цветы, это прекрасная погода, это прекрасное настроение, это дружный-дружный коллектив, это наши успехи, победы, это какой-то очередной этап чего-то прекрасного. Поздравляю всех наших земляков, всех наших славянцев с праздником весны и труда, всем счастья, здоровья, любви, удачи. Продолжили шествие представителей сферы культуры, работники домов культуры, творческие коллективы и артисты славянского района. Наш ансамбль народной песни «Ярубка» поздравляет всех с праздником, желает хорошего здоровья, настроения! Одной из самых многочисленных была колонна спортсменов. Впрочем, это не случайно. Славянский район – территория спорта, неоднократный победитель и призер краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в Краснодарском крае. Более 50 тысяч славянцев занимаются физической культурой и спортом. В спортивной колонне прошли ветераны спорта, руководители спортивных учреждений, победители всевозможных краевых и всероссийских соревнований. Гимнастика, шахматы, тэквондо, греко-римская борьба, футбол, волейбол, плавание. В праздничной демонстрации приняли участие представители практически всех спортивных федераций славянского района. Всех с праздником! От лица спортивной общественности всем здоровья, хорошего настроения в этот день. На праздничной площади города учащийся детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Станислава Шевченко. Колонну возглавляет директор Прищепа Рима Мосовна, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, почетный работник общего образования Российской Федерации, мастер спорта СССР. В школе успешно работают два отделения – легкая атлетика и спортивная гимнастика. За время существования школы подготовлены два заслуженных мастера спорта России, 8 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта. От веселых стартов до олимпийских вершин. Ура! В яркости и многочисленности колонне спортсменов не уступала колонна общеобразовательных учреждений. Школы района по праву гордятся победителями и призерами районных, зональных, краевых олимпиад, научных конференций, дипломантами всероссийских интеллектуальных конкурсов. Активная жизненная позиция, целеустремленность, вера в свои возможности, профессионализм педагогов общеобразовательных учреждений помогли учащимся достичь значимых успехов в учебе, творчестве, спорте. Их победы, призовые места стали достойным вкладом в интеллектуальный творческий потенциал города и района. Первомайское шествие продолжает праздничная колонна средней школы номер 3 имени полководца Александра Васильевича Суворова под руководством Кирилловой Татьяны Яковлевны, депутата городского совета. Рядом с ней идут педагоги, среди которых отличники просвещения Российской Федерации, почетные работники общего образования, учителя, награжденные грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации. Педагоги с достойными кадрами в завтрашний день. Ура! На театральной площади города всех поприветствовали и поздравили с праздником весны и труда преподаватели и студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Студенты района занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни. Яркое подтверждение этому – призовые места в спортивных, творческих и научных конкурсах и соревнованиях. Я на демонстрацию хожу больше 30 лет, с 1985 года. И всегда, и в то время мы были студентами, это было весело, интересно. Может, мы, может, и сегодняшние студенты, они не задумываются сегодня вот именно революционные какие-то политические основы этого праздника. Но это всегда был праздник пробуждения природы. К этому дню нужно было навести порядок везде. Сегодня это делается точно так же. Сегодня это праздник труда, прежде всего. И от имени студентов, от имени наших преподавателей я хочу поздравить всех трудовых людей нашего района. Потому что каждый на своем месте, каждый за станком, у газовой плиты повара, у операционного стола, везде. Каждый делает так, чтобы на нашей малой родине работалось, жилось немножечко лучше. И я думаю, что сегодня этот праздник именно у них, у всех, у нас, потому что все мы люди труда. С праздником, удачи, здоровья, всего самого доброго. Основа развития Славянского района – это эффективная экономика. Предприятие – это слава и гордость нашей малой родины. В демонстрации приняли участие трудовые коллективы порядка 10 предприятий Славянского района. Славянскэко – это современный производственный комплекс. Предприятие выполняет переработку углеводородного сырья. В состав холдинга входит 12 предприятий, в котором трудится более 3000 человек. Экономические показатели предприятия отмечены дипломом Межрегионального форума крупнейшей компании Южного федерального округа, как самая динамично развивающаяся страна. Трудом своим прославим Родину Кубань. С праздником, коллектив Славянскэко! Постоянный участник первомайских демонстраций – маслосыр завод Славянский. 60 лет завод занимается переработкой и выпуском молочной продукции, которая реализуется на Кубани и в других регионах России. Благодаря стараниям рабочих, четко налаженному технологическому процессу, в 2016 году производство молочной продукции увеличилось в 2,5 раза. Завод гордится успехами. Качество выпускаемой продукции отмечено золотыми медалями. Гордятся своими успехами и в закрытом акционерном обществе «Славпром». Сегодня «Славпром» – это современное виноградарское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью до 6,5 тысяч тонн солнечной ягоды в сезон. А залог качественного продукта – это виноградники Кубани. Высокое качество продукции предприятия ценено многочисленными наградами на краевых, всероссийских и международных конкурсах. В 2016 году предприятию присвоили название «Гарант качества и надежности». Богатыми традициями и профессиональными успехами радуют славянцев и многие другие предприятия. В праздничной демонстрации также приняли участие трудовые коллективы Славянского кирпичного завода, Кубанского управления технологического транспорта, Роснефтсервиса, агрофирмы «Приволье», Общество Славянский хлебозавод, Славянского консервного завода, Славянского дорожного ремонтно-строительного управления, Общество с ограниченной ответственностью «Прибой плюс», Управляющие организации «Славянец», Кубань-Водоканала, Общество Кубань-Энерго, Славянские электрические сети. Хотелось бы поздравить всех с этим замечательным праздником, с 1 маем, праздник весны, труда. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний, достигнуть тех целей, тех вершин, кто что себе наметил. Ну, самое главное – здоровье, семейное благополучие, всего самого наилучшего. Филиал ПАО «Кубань-Энерго» – Славянские электрические сети. И, в принципе, все Кубань-Энерго поздравляет с наступившим праздником. Всем мира, всем, кто трудится, не покладая рук на благо нашего района, всем здоровья прежде всего, радости, счастья в семье. 1 мая – это день был и остается для всех нас символом мира и созидания, дружбы и согласия. Этот праздник отмечен особым чувством солидарности, единства людей разных профессий, званий, политических убеждений в стремлении жить достойно, работать так, чтобы труд приносил радость от созидания, благополучия и достаток в наши дома. Это праздник, который не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение, люди будут собираться, чтобы по старой, доброй традиции пройти колонны со своим коллективом, порадоваться празднику и поздравить друг друга. Праздник мира и труда, этим все сказано, да? Проходя колоннами, люди, конечно же, демонстрируют свое единство. Мы все хотим, чтобы над нами было мирное небо. И нас, коллективам, есть чем гордиться, что показать городу, району, краю, потому что мы видим во главе колонн пировики, ветераны, на которых нужно равняться. Вместе с работниками, рабочими, их дети, это преимущество с поколений. Меньше сегодня на демонстрации тружеников села, потому что сеем рис. Жизнь идет, жизнь продолжается. Эта демонстрация как раз показывает молодому поколению, что традициями, заложенными старшими, нужно гордиться, дорожить и идти вперед. И что бы вы хотели пожелать в этот праздник нашим жителям? Мира, добра, крепкого здоровья. В семьях отдохнуть немножко. С новыми силами на работу во имя новых свершений. Анна Монастыренко, Мария Климова, Александр Косицын, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».